Итак, мы начинаем вебинар третий, как превратить обучаемых в источник свободного времени для педагога с пользой для них самих. Прежде чем мы начнем, я хочу поздравить вас с праздником 1 мая, днем объединения трудящихся и подчеркнуть, что актуальность нашего сегодняшнего занятия вызвана увеличением отчетности контроля при проведении занятий в онлайн обучении. Тут нет ничего нового, потому что мы проводили опрос еще 29 апреля, несколько дней назад, и главная проблема, которая была выявлена, это отсутствие нормативов педагогической нагрузки, что ведет к перегрузкам, конфликтам с руководством, недовольствам обучаемых и их родителей. Итак, по плану, который вы многие видели, этот вебинар проводится для педагогов и общего образования, и преподавателей вузов и СУЗов, включая ДПО, а также бизнес-тренерам, всем, кто желает применять элементы дистанционного обучения. Все, что мы сегодня будем говорить, не требует никаких специальных навыков программирования, достаточно владения работы на компьютере. Сегодня мы будем использовать, опять же, платформу Moodle, как вариант. Все желающие могут получить сертификат, причем сертификат не просто выдается, как абстрактная бумажка. Вместе с ним вы получаете право на практическое создание своего курса с применением изученных этих элементов в вашей учебной практике. Бесплатно. Ссылочка на сертификат есть, и кому интересно, я еще напомню. Первый вопрос, в принципе, мы уже познакомились, мы уже ранее на первом вебинаре изучали структуру функции, как делается, какие новинки сокращают трудозатраты педагога, и вы изъявили желание более детально, более подробно рассмотреть эти моменты. Вот мы сегодня их с вами и рассмотрим. Больше никаких облаков мы не строим, достаточно, что вот эти облака уже до нас сформированы, проблемы, перегрузка. И мы с вами сразу переходим к делу. Для этого я открою наш сайт, пройду регистрацию и покажу, что уже подготовлено практически до этого занятия. Вот, посмотрите. Мы рассмотрим, первое, глоссарий и сразу норматив на его создание педагогом. На основе этого глоссария будет сформирована игра под названием «Виселица», на которую идет три минуты. Кроссворд, одна минута на создание. Игра «Миллионер» из этого же глоссария. И тест из этого же глоссария. Рассмотрим с вами шестой элемент создания тестов студентами на оценку. Со взаимным оцениванием. И рассмотрим, как создается деловая игра, в которой участвуют студенты и получают за это оценку. Рассмотрим именно детальные функции. Так, что там в чате? Очень размыто, очень маленькое окно. Сейчас, минуточку. А сейчас лучше видно. Сейчас как? Прошу сообщить. Хорошо, спасибо, спасибо. Итак, продолжаем. Раз было плохо видно, то я повторю. Глоссарий, создаваемый студентами, а преподаватель потратит на него три минуты, «Виселица», «Кроссворд». Все на основе одного глоссария. Конечно, все сразу не обязательно, это как варианты. Игра «Как стать миллионером», как из этого же глоссария создать тест, как создать студенческие тесты силами студентов и деловая игра. Давайте теперь зайдем под видом студента. Вот студент авторизован в этот же курс, условно называется «Математика». Что он здесь видит? Когда он открывает этот глоссарий, ему предлагается задание самостоятельно заполнить несколько терминов сюда. Например, не менее трех неповторяющихся терминов он должен сюда заполнить. Я уже эту работу провел, что такое, например, антиматерия, дефуркация. Вот этот глоссарий уже создан. Таким образом, мы видим, что является основой для всех остальных игр, остальных видов активности на знание этого глоссария. Задача состоит не просто в том, чтобы студенты создали этот тест и получили за эту оценку. Задача в том, чтобы они эти термины, которые одобрит, оценит преподаватель, стали основой для тестов. Как это делается преподавателем? Поскольку уже курс этот элемент создан, я включаю режим редактирования для преподавателя. Я преподаватель, к примеру, в этом курсе. И чтобы добавить глоссарий, достаточно, давайте, можете засечь время, добавить элемент или ресурс. Есть кнопочка такая преподавателя, он может это сделать. Но поскольку у нас время ограничено, и поскольку я пообещал всем владельцам сертификатов дать практические навыки по вашему предмету, не абстрактному, а по вашему, я покажу уже готовые настройки. Итак, настройки такие. Название глоссария. Здесь описание. Оно сейчас пустое. Вы напишите, уважаемый студент, вам необходимо записать не менее трех терминов на оценку, не повторяющихся. С этого вы получите оценку. В описании написали. Статьи одобрены по умолчанию стоя и да, это неправильно. Если вы хотите брать на одобрение, нужно просто поставить нет. Запретите им редактирование, чтобы на основе этих тестов и этих игр потом что-то не ломалось. Итак, все одобренные вами, как автором курса, термины пойдут в дальнейшую работу. Можно разрешить или запретить определение на одно слово. Например, определение состоит из двух и более слов. Для кроссворда это тоже можно использовать. Но если вы хотите, можете запретить, тогда термин будет один. Но не будем запрещать. Они могут комментировать внешний вид. Ничего тут не меняем, все пропускаем. Дальше вот все без разницы. Но за этот глоссарий вы еще можете дать возможность получения оценки. Провел работу, создал глоссарий. Вот и все. Я его сейчас не выставляю, потому что этот глоссарий потом пойдет им как тренировка в играх на знание этих глоссариев. Вот по первому вопросу. Все ли понятно? Напишите, пожалуйста, в чат. Все ли понятно, в чем смысл этой педагогической задачи? Зачем необходимо предлагать студентам создание такого глоссария? Вот студент берет, добавляет новую запись, термин описания, определение этого термина и нажимает сохранить. Итак, вопрос. Понятно ли задача по созданию глоссарий? Все понятно, пишет Надежда Киселева, Любовь и другие коллеги. Спасибо. То есть мы за эти три минуты создали задание, сэкономили себе массу времени, занимаемся другими делами, нам всегда есть чем заняться, переходим к следующему этапу. Ну хорошо, вот они создали этот глоссарий, открываю я это снова математику, и я хочу, чтобы через какое-то время они получили бы возможность следующей активности. Напомню, что перед созданием глоссария вы с ними провели лекцию, дали им какой-то контент, например, из АБС, дали им какие-то задания на изучение чего-либо, и они создали такой глоссарий. Посмотрим, работает ли это виселица. Так, снова я возвращаюсь к виду студента, и вот он видит, что появилась новая игра. Виселица. Всем знакомая из детства игра. тут видно, что он уже проходил, когда-то у него уже были попытки, и нажимает, если он не закончил эту попытку, видит эту игру. Появляется виселица, вот я уже тут начал водить, как студент, буквы, которые я вел, уже помечены, и начинаю дальше выбирать, что здесь написано. Ну, вот тут есть определение, которое нужно правильно распознать. L, если есть, нажимается, и она тут же подставляется. Так, L записалась. Если нажимаю неправильно, то у этой виселицы появляется опасный элемент. Вот видите, уже туловище появилась. Опять неправильный элемент. Нажимаю. Появилась рука. и так далее. Ну, не будем мы вешать этого человечика. Давайте отправим, ответим правильную. L уже есть, эхо, К, не было еще. Так, те буквы, которые студент выбирал, они уже помечены темным цветом. А, С, и система поздравляет его, он получил за это задание 95%. Итак, студент поиграл, и какой-то один-единственный термин, случайным образом, который выпал, ему выпал на оценку. Сколько таких попыток вводить может задать преподаватель, ну, по крайней мере, учебная задача, такая в игровой форме, решена. Какие еще есть игры? Это, повторяю, игра виселица была сделана на основе глоссария, который сделали сами же студенты. Следующая игра кроссворд, ну, давайте посмотрим настройки этой виселицы. Не буду сейчас я создавать с нуля, а посмотрим вместе, какие там простые, на самом деле, технические настройки. дается название этой игры виселица, описание, сейчас я не указываю, какое, выбирается самое главное источник этого глоссария для этой игры. Вот, глоссарий уже есть, выбирается источник. Есть и другие, пока я их не беру. И, 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 максимальное количество попыток, допустим, нет, и параметры виселицы, сколько там слов должно быть, не будем рассматривать, но за это задание он может получить 100 баллов по умолчанию. Вы можете поставить пятерку и поставить, не меняя метод оценивания, например, лучшая, высшая оценка. Можете установить и проходной баллы, если вы считаете это нужным, допустим, 80% или 80 баллов он должен получить. Вот и все. Вот и все настройки. Больше там ничего можно не менять. Еще можно вверху написать клон-титул, спасите человека. Иначе для этого вам надо знать термины. Тут дописать в нижней части еще какой-то текст. Это поможет вам в вашей профессиональной работе. Но можно и не писать. Все. Скажите, пожалуйста, какие у вас появились вопросы. Посмотрю на чат. Так, Так, сейчас видите, что я делаю? Да, видите. Появился вопрос. Виселица это отдельный элемент? Спрашивает Курбон Рахимов. Да, это отдельный элемент, который по умолчанию не входит в Moodle, но он ставится очень легко и бесплатно. Давайте покажу, как его найти. Это элемент Games в Moodle. Это плагин. И вот мы видим результат этого плагина. Вот этот плагин Games. Он включает себя и кроссворды, давайте включу на русский, и виселицу, и миллионер, и другие. Некоторые я не изучал, не понял, вот я не понял ни судоку, ни змей. Скрытая картинка это появляется пазл, который по мере правильных ответов начинает вырисовывать картинку, которую вы захотите. Вот бесплатный плагин, если хотите пожертвуйте. На этом виселица, точнее игры, наверное, закончились и вопросов больше нет. Посмотрю еще вопросы, какие есть, вопросов вроде бы нет. Следующая игра также из глоссария составлена по примеру, по сценарию «Как стать миллионером». Давайте посмотрим глазами студентам, как это работает. Вот он открывает и появилась следующая картинка. 50 на 50, во-первых, тут вопрос, тут варианты ответов, что это такое. 50 на 50, система угадает с вероятностью 50 процентов за него. Один раз это дается. звонок другу, можно сымитировать звонок другу, заказать помощь, ну давайте начнем вот с этого. В этом случае, если мы попросили помощь, люди говорят, что вариант А правильный с вероятностью 1 процент проголосовавших, вариант Б 29 и В 70 процентов, вот этот В 70 процентов. И вам нужно принять решение, какой вероятности больше верить. Вот такая подсказка, имитирующая помощь зала. Если я выбираю вариант В энтропия, то в этом случае видно, что я ответил правильно и заработал уже 200 этих условных единиц. То есть вы поняли, чем больше я правильно отвечаю, тем больше мой доход в этой игре как стать миллионером. Появляется следующий вопрос антиматерия, плюрипарентность, эхолокация. 50 на 50. То ли угадаю, то ли нет. Не буду угадывать, делаю звонок другу. Звонок другу использовано, и он говорит, этот ваш друг, что он думает, что правильный ответ эхолокация. Теперь вам остается принять решение, верите этому другу или не верить. Допустим, вы ему верите, хотя он тоже может ошибиться, и если вы ответили правильно, то ваш доход увеличился, вы перешли на следующую единицу, вот так вот, вы уже поняли, как делается. Давайте еще вот эту попытку, появился вопрос, сингулярность, графен, плюрипалентность. Юрий Николаевич, простите, пожалуйста, просто на экране ни у кого ничего не происходит, то есть вы не могли бы запустить демонстрацию, простите за то, что перебила. Не то, что простите, это надо было перебить. Я от радости разволновался, сейчас видно экран? Экран видно, он пустой. Нет, экран видно, вот я вижу только перечень, а вот ваши действия, которые вы комментируете, ничего на экране не происходит, то есть вы рассказываете. Мои дорогие, сейчас, я выбираю тогда вот весь экран, видите? Вот экран видим, а теперь, пожалуйста, повторите действия с миллионером, потому что мы все пропустили. Все пропустили, вот сейчас, видите, это глазами студента, студент Петрович демонстрационный, кстати, это было задумано, чтобы вы специально включили микрофон, задали голос, проявили. Мы вежливо в чате пишем, чтобы не перебивать. Я сейчас работаю за маленьким ноутбуком, и мне не хватает зоны, раньше у меня был еще большой монитор второй, сказал об этом сразу, голосом, если что, голосом, пожалуйста, говорите. Видите, как хорошо, что у нас есть микрофоны. А теперь посмотрите, что здесь. это я сверну ваши лица. Вот, студент использовал звонок другу, появляется вопрос и варианты ответа. Надо выбрать какой-то правильный вариант. При этом звонок другу он уже использовал, вот тут появилось, когда он нажимал, появлялось сообщение, друг говорит, что скорее всего вариант-то такой-то. И вам нужно было поверить другу или нет. А помощь из зала тоже появлялась здесь, там голосование было за вариант А 1% проголосовавших из зала, за вариант Б там 15, за вариант В 40% проголосовавших, я к примеру говорю. И 50 на 50, вот осталась единственная попытка у этого студента, когда система угадает правильный ответ ему с вероятностью 50 на 50. При этом вот он отвечал правильно и поэтому заработал 300 вот этих денежных единиц. Ну давайте мы сыграем 50 на 50 эту игру и видно, что все попытки закончились и появился следующий вопрос, ему нужно выбрать ответ. Так, ну давайте я отвечу наугад. Я ответил наугад графен и у меня я попал, мой доход здесь увеличился. Итак, следующее, здесь я начинаю уже тоже метод Донтыка, я плохо выучил этот предмет и он пишет мне поражение, ваш ответ неверный, правильный ответ бифуркация, то есть на этом игра моя закончилась, я набрал всего лишь 400 вместо 150 тысяч денежных единиц, если бы я на все правильно ответил, то я бы получил миллион. Напомню, что эта игра у студента видна, вот конец игры, он может начать новую, я сейчас еще раз запущу на экранчике, вот эти 50 на 50 звонок другу, вот он так вот выглядит этот звонок другу, вот он думает, что правильный ответ антиматерия и он выбирает эту антиматерию, хотя друг мог ошибиться, это все случайно, но он не ошибся, я заработал 200 тысяч. Напомню еще раз, эта игра «Как стать миллионером» также была создана за три минуты на основе глоссария, который сделали тоже сами студенты, и теперь я хотел бы спросить ваше мнение, посмотреть на чат, все ли понятно с этой игрой, насколько она вам кажется с одной стороны сложной, с другой стороны, насколько она кажется полезной, и третий вопрос, согласны ли вы, что это активность, отражается в отчетности, на которую жалуются педагоги, понятно, может быть, у вас есть критика, может быть, вы скажете, что это не нужно, нехорошо, может быть, вы скажете, что по вашему предмету это нереально, ну, например, о химии, так, они также создаются из плагина, да, 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 он создается из плагина, который я показывал, не буду сейчас говорить, кто это делает, надеюсь, понимаете, это делает администратор, преподаватель сам это не сделает, на нашей платформе, которую, вот мы, на которой мы работаем, центр профессионального онлайн-обучения, эти плагины есть, вы можете записаться, овладельцем сертификатом, сертификатов, которые оплатят сертификат, еще дается возможность на мою техподдержку, я по вашему предмету это все помогу вам настроить, итак, переходим, больше вопросов нет, спасибо, переходим, вместо вопроса идет текст, ага, вот, Надежда Ушакова, я пригласил ее специально в качестве эксперта, вчера, она говорит, ну, какой я эксперт, я видел ее работу, смотрите, о чем она говорит, это действительно вопрос на внимательность, вариант ответа здесь где-то может быть, может быть, о, коллайдер, то есть в тексте уже есть вариант ответа, это значит, что при формировании кроссворда преподаватель должен в описании, точнее, при формировании глоссария преподаватель в описании должен поставить задачу методическую, составить не менее, к примеру, трех терминов, в описании термина вместо него поставить многоточие, то есть сам термин в описании не указывать, а в рубрике глоссарии он его напишет, и пока преподаватель каждый термин не проверит, этот термин не попадет ни в игру, ни в кроссворд, никуда. Спасибо, Надежда Ушакова, за вашу внимательность, за то, что вы обратили на еще одну засаду методическую, содержательную, если про нее забыть, у вас все будут отличники, естественно, никакой гиммификации, никакого желания играть с такой игрой, где нет никакой тайны, они не будут, поэтому, когда вы работаете с элементом глоссарий, вот тут в описании и говорите, что вам необходимо составить термины с описанием, в котором вместо самого термина поставить многоточие. Я думаю, хорошо будет дать образец от себя, какой-то термин привести для образца, как надо выполнять, и тогда они будут выполнять. Еще какие вопросы по этому пункту? Нет вопросов, да? Так, в чате вопросов нет, переходим к следующему. Итак, мы рассмотрели, мы научились делать глоссарий силами студентов, мы научились делать игру виселица, кроссворд. Давайте посмотрим еще кроссворд, мы его не видели, там будет та же самая засада, про которую заметила Надежда Ушакова, студент нажимает на этот глоссарий, кроссворд, и появляется предложение сыграть в эту игру. кроссворд как кроссворд, ну, вроде бы не только дедушки и бабушки, но и многие молодежи тоже иногда используют, обратим внимание на его структуру, здесь в настройках я написал 10 на 10, то есть такой квадратик, приветствие, вот эта решетка строится автоматически, и я написал, чтобы в этом кроссворде было 5 терминов, сами термины написаны внизу, но если кликнуть по любой строчке, этот термин подставляется, вот эта строчка выделилась и подставляется, нужно правильно написать это слово, ну поскольку эксперт Надежда Ушакова заметила, что в самом тексте уже есть термин, вы пишете, вот так вы пишете, студент вот так вот пишет, нажимает окей, я немножко волнуюсь, и вот это слово записалось, оно точно подошло, ну дальше не буду уже, тут эхо-локация, я уже запомнил с предыдущей игры, видите, когда мы играли виселицу, эхо-локация, enter, вот и так студент заполняет эти же термины, случайным образом подставляется в этот кроссворд, и он за это получает оценочку, остается след, попадает эта оценка в журнал оценок, то есть все нормально, мы получили еще один прорыв, а давайте посмотрим, как этот кроссворд был настроен, как он создается, я сейчас не буду повторять, а вот именно настройки, очень простые, поэтому я пишу тут, ну одна минута, дали название кроссворду, описание можете не писать, выбрали на основе, чего будет строиться этот кроссворд, на основе того же глоссария, уже вы догадываетесь, выбирать только одобренные да, тут вот ошибочку, у меня уже, если внимательно следить, чтобы только одобренные, всякую чепуху, потому что они напишут, не надо, вот если поставить так, да, то есть вы проверили, вы знаете, что он полезен, попыток можете не ограничивать, оценку по молчанию 100 баллов, настройки, вот, 10 столбцов, 5 слов, минимально, максимально, можно менять, я поставил минимум, максимум, 5 слов, вот тут можно даже с пробелами, ничего страшного, с пробелами, если термины длинные, они, как правило, всегда включают 2-3 слова, и все, больше тут ничего делать не надо, вот и все настройки, теперь давайте обсудим этот элемент, насколько он вам кажется полезным, насколько он легкий, давайте я теперь посмотрю мои оценки, пока вы думаете, задайте вопросы, такую неточность я допустил здесь, может быть, тут есть какая-то неточность, какая-то тут есть неточность, и какие у вас появились вопросы по этому элементу, понятно, ну тут все понятно, Надежда говорит, все понятно, ну, вы не чувствуете себя, что у нас только один эксперт, вы все эксперты, вы все педагоги, педагоги, поэтому все преподаватели, можете спокойно задавать любые вопросы, обычные контрольные работы, да, 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 причем обратил внимание, эту контрольную работу, как пишет Надежда, можно в разных модификациях, и виселицу, и кроссвор, и как стать миллионером, то есть, вот эти термины базовые, они вас выучат очень хорошо, и при этом им будет приятно, в душе, что они сами же эти термины и создали, и у них не будет ощущения, что их заставили работать, вот, то есть, и знания, и мотивация, им приятно, эмоционально, они радуются, о, это мы создали, теперь мы же сами играем, никогда противоречий у них нет, ну, следующий шаг, из этого же глоссария можно создать тесты, давайте посмотрим тесты из глоссария, как работают, спасибо за ваше замечание, тесты из глоссария, это опять же студент, начинает тестирование, и из того же самого глоссария появляется тест, дается какое-то определение, естественно, тут где-то закрыта подсказка, и эти определения здесь перемешаны из разных тоже словарных статей, и вот так он еще раз проходит тест, возникает, наверное, вопрос, о, хорошо бы их побольше нагрузить заданиями по этому глоссарию, не три, а, к примеру, пять, а если в группе двадцать пять, у вас получится хорошая тестовая база, вы будете заниматься творческой работой, ну, вот, как видите, тест, я сейчас не смотрю, не читаю, просто технологически показываю, вот то, что они создали, и вы получаете возможность оценить их знания на автомате, вы не тратите время, ну, вот, тут сколько-то вопросов, много, много, сколько же там этих вопросов, я уже не вижу, как студент, сколько там этих вопросов, пока я это делаю, скажите, пожалуйста, следующий момент, вот она попытка, тут девять было вопросов, студент говорит, да, я уверен завершить, и получает для себя оценку, которую он заработал, и в процентах, и в баллах, и видит, где у него ошибки, ну, и где у него правильно, в настройках Moodle можно по-разному настраивать тест, показывать ему, где он ошибся, не показывать, ну, вот так вот решил преподаватель, он разбор ошибок ему дает, а преподаватель может посмотреть все оценки и проанализировать их вместе, какие термины хуже, лучше они отвечают, в тесте хорошая аналитика, и снова к вам вопрос, что вы там пишете, так вот, появились вопросы, разнообразие очень важно, я как раз подчеркивал, повторял несколько раз, что чтобы выполнить задание по созданию глоссария, студент должен ввести, например, три неповторяющихся новых термина, то есть, прежде чем ввести, он смотрит, читает, что уже другими введено, и после этого начинает вводить, если он схитрит и начнет повторять, преподаватель этот термин не одобрит, он не попадет никуда ни в игру, ни в тест, и студент не получит оценку, то есть, читая все эти термины, он автоматически тренирует свою память, спасибо за хороший вопрос, Надежда. Курбан, версия Moodle, версия Moodle, может быть, любой, вот, все, что я рассказываю, существует уже лет 10, тут нет ничего нового, новое, это то, что мы находим, то, что раньше не знали, вот это где-то работало, а у нас не работало, вот это для нас новое, поэтому вопрос в версии и в дизайне не стоит, а принцип на всех платформах Moodle работает одинаково, это значит, что если вы на нашей платформе создадите какие-то курсы, какие-то игры, вы можете сделать экспорт и легко импортировать в свой курс, без администратора это делается легко, экспорт, импорт, так, какие еще вопросы, так, Анастасия, мне что-то печатала, не понял, что, ага, ну и наконец еще два элемента у нас остается, студенческий тест, он создается быстро, давайте я его открою как преподаватель, студтест, это тоже дополнительный плагин, когда он так называется по-английски студтест, в латинице написано, тут фильтр, что не отвечено, что изменено, и вот уже некий студент тут разместил какой-то вопрос, давайте посмотрим, что же делает студент с этим заданием, мы уже поняли, цель предложить студентам на основе вашего контента, ваших лекций самостоятельно создать тестовые задания, естественно, они должны быть качественными, никакие попало, а качественные, вот студент уяснил эту задачу и создает новый тестовый вопрос, он понял, что от него хотят, он в этом же муду, например, выбирает создание тестового вопроса на множественный выбор, тут есть и другие, но мы не будем сейчас усложнять, кстати, состав вот этих вопросов можно ограничить, когда студент видит один или два варианта тестовых вопросов, вот он начинает освободить, и все очень просто, название вопроса пишет, как звали автора капитанской дочки, к примеру, как фамилия автора, который написал капитанскую дочку, так, что-то у меня чуть-чуть тормозит, так, вижу, вы смотрите, хорошо, так, пишет этот вопрос сюда, это поле обязательно, ну, давайте, какой вопрос хотите, кто написал поэму, Мцири, кстати, а кто написал? Лермонта. Правильно, поэму Мцири, заодно и связь проверили, этот, так, и дальше варианты ответов, только один правильный ответ, это я уже умею делать, вот, это многие умеют делать, а теперь научатся они, я скажу из моего опыта, вот, будущим педагогам на факультетах педагогических вузов, вот, навыки создания тестов на оценку очень полезны, они что же будут обучать в онлайн, и когда они будут понимать, что вот эти навыки создания тестов модул им пригодятся в их практической работе, они вам скажут спасибо, вариант ответов номер два, например, вот такой, но это совершенно неверный ответ, и лучше его сразу наказывать штрафом, не нулем, а штрафом минус 100 баллов, ну, больше я не буду как студент ничего менять, сохранить и продолжить, все, студент, создал, так, или не создал, что-то он там не указал, 100, в чем ошибка, а, сохранить и продолжить, нужно сохранить, а не сохранить и продолжить, что вы сказали, что я не так сделал, какое-то поле не было, минус 100 разве будет работать, минус 100 работать не будет, штрафные санкции по-другому назначаются, здесь надо пусто написать, хорошо, я немножко опять волнуюсь, на этом маленьком ноутбучике не очень удобно, где тут это пусто, пусто в начале в самом, ага, вот, видите, у нас какие эксперты есть, хорошо, это кто сказал? Шербакова Елена, Елена, хорошо, Елена, вы наш эксперт, и так вот, студент создал тестовое задание, оно, оно не одобрено преподавателем, и, а, кстати, извините, это создал сам Юрий Белоножкин, нужно было под студентом создавать, ну, ладно, выбирается галочка и одобряется, так, это я могу сам исправить, немножко подтормаживает мой ноутбук, подтормаживает, и, наверное, вы уже поняли, вот этот тест создал студент Петрович демонстрационный, он скрыт пока что, но он одобрен преподавателем, этот надо одобрить, или переместить куда-то, в общем, не буду сейчас я дальше показывать весь этот процесс, студенты эти тесты создают, вы их одобряете, они друг другу еще здесь ставят оценки, они оценивают его трудность, его сложность, для педагогов это очень важно, для будущих бизнес-тренеров это тоже важно, для тех, кто хочет применять в онлайн, это все важно, то есть, есть еще элемент социализации, вот эти все фильтры у преподавателя и у студента, для того, чтобы, если таких заданий много, например, создать тест, 10 тестовых вопросов, выбирать, что одобренное, что отклонено, там же и причина указывается, что изменено, что хорошее, что мое, что не мое, что сложное, что сложное для всех, вот это все работает на русский язык, переведен, и я думаю, что теперь можно вам задать вопросы и спросить, насколько вы оцениваете полезность вот такого задания, упреждая вопрос уже традиционный от Курбона Рахманова, это тоже дополнительный модуль, который тоже бесплатно имеется в базе бесплатных плагинов Moodle. Тест из гласария делает... То есть, если наш университет закупил базу, то в нем всегда есть вот эти бесплатные вкладки? Какую базу закупил? Ну, если базовый вот этот Moodle купил, то у него нет, у меня сейчас нет, я только тесты могу сама создавать, не могу создавать вот такое им задание давать. То есть, это дополнительный какой-то, да, функция какая-то? Если это у нас плагин установлен, если этот Moodle, напомню, что сам Moodle бесплатный, и если он установлен у вас на сервере, то вы его туда устанавливаете, ваш администратор устанавливает, и у каждого преподавателя появляется новая опция Stud Test. Понятно. Понятно? Да. наша задача нашего центра помогает тем вузам, у которых или вообще нет Moodle, или есть Moodle, и компьютерщики есть, но нет каких-то знаний по тонким настройкам, или нужно рассказать какие-то дополнительные недостающие элементы. Вот, например, вы тесты знаете, а какие-то изюминки вам еще неизвестны. Вот в чем смысл нашего центра. И наш центр предлагает всем желающим пробовать Moodle на нашем сервере регистрироваться, создавать бесплатно свои курсы. Вы можете это предлагать. Так, ну, следующий, следующий завершающий элемент на сегодня это деловая игра. Посмотрю, нет, какой-то еще вопрос остался неотвеченный. А, тест из глоссария делается через тест. Да, тест из глоссария, вот, глоссарий, он ложится в основу для создания теста. Да, 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 да. Вот эти игра слов, но логика такова, однажды сделанный глоссарий силами студента может быть использован многократно для разных задач, в том числе и для тестов. Если пишет Надежда из глоссария через все предыдущие игры, мы очень только определения, то в этом мы можем делать силами студентов и задачки самые разные. Да, да, вот здесь Надежда подчеркивает важную содержательную часть. Если тут были термины и игра с этими терминами, то в студ тесте можно уже и задачи по химии, по математике, по логике, уже задачи в самом тесте. Например, дается описание задачи, нужно найти ответ и под ним несколько вариантов ответов, один из них правильный. То есть это уже совершенно новый вид активности. Не терминологический, а более содержательный, более смысловой. Есть ли еще вопросы по студтесту? Здесь все понятно. Здесь все предельно понятно. И наконец деловая игра, о которой я уже говорил, название плагина. Он так и называется студтест. Давайте я быстренько его покажу в поиске в Moodle студтест. Не нашел студтест. А если так, с пробелом. извините, быстро не получилось. Неправильно сказал студент квиз. Вот внизу здесь студент квиз, если на слух запомните, и его если в Moodle поискать, студент квиз. Бесплатный плагинчик, пожалуйста. Search. Этих плагинов 1685 штук. Так, ну и где, и где этот студент квиз? Похоже, он у меня, так, у меня он тормозит и не ищет. В общем, студент квиз. У меня не запускается Moodle, что-то тут с этим ноутбуком похоже. Ну, название вы услышали, надеюсь, все с этим понятно. Стюдент квиз, спасибо, Курман. Ага, Стюдент квиз, да, да, отлично. И, наконец, деловая игра. Обычный форум, который многие наверняка знают. превращается в игру. Вот это видит студент. Деловая игра. Я начальник, ты. Тоже напрашивается другое слово. И я тут уже для вас пишу, сколько в среднем времени на его создание. Всего лишь 10 минут. А что, а тут лежит серьезная большая работа для студентов самостоятельная, асинхронная, когда опять вы же отдыхаете. В роли руководителя предприятия, например, вам необходимо решить проблему или увольнять ввиду отсутствия средств на заработную плату, или предлагать уйти в отпуск без содержания за свой счет, или уволиться по соглашению сторон. То есть, это что-то связано с управлением предприятием. Но и психология тоже. Среди тех, кого предстоит увольнять, есть ваши родственники, одноклассники и друзья, с которыми выходили на охоту, рыбалку, футбол, вечеринки. Что вы будете делать с ними и как вы будете с ними разговаривать. То есть, тут целая комплексная задача, естественно, надо что-то вначале изучить. Возможно, психологию, возможно, правовые отношения, возможно, еще что-то. Вы сами придумываете вот эту фабулу, которая заставляет их что делать? Добавляя тему для обсуждения. Они, как обучаемые, открывают форум, пишут тему, я считаю, нужно сделать так, давайте так и сделаем. Появляется тема, он пишет, я считаю, что нужно сделать так, здесь пишет свое сообщение, почему, обосновывает, и отправляет в форум, ну, а дальше вы, наверное, все знаете. Картинка. Очень важный элемент психологический, который лучше погружает их в проблематику, размещение какой-то картинки, которую вы сами ищите. Теперь к вам вопрос, не то, что вы думаете, напишите, есть ли у вас версия по вашему предмету, как можно применить такой вид учебной активности. Это и к экспертам, и к новичкам, какую игру, с каким названием вы могли бы уже сейчас, да, к деловой игре, естественно, можно прикреплять файлы, в том числе и видеоролики. я точно могу сказать, допустим, зимнее бетонирование по технологии бетонных работ. Зимнее бетонирование по технологии какой? Бетонных работ. Бетонных работ. И как называется тема? зимнее бетонирование, там можно условия, инструменты, кто это будет делать, все это растянуто во времени, ведется журнал бетонных работ, это все делается 24 часа, и там как минимум 5 человек могут задействовано быть. Так, в названии какая-то интрижка должна быть, неудачное слово интрижка, какая-то вот ну да, сейчас придумаю, изюминка, изюминка, ну изюминка вообще в принципе бетонировать зимой нельзя, в этом и изюминка, то есть там надо назвать те инструменты, при которых это можно будет делать. Скрытые работы с бетоном выплыли летом, что-то какую-то интригу, то есть сценарный небольшой подход, почему 10 минут на создание, это на творчество, вот попробуйте придумать, а в чем там проблема, зимой бетонировать нельзя, а они бетонировали или асфальтировали на лужах, да, и потом все это поползло как-то, да? Конечно, да, качество, надо выдержать качество, здесь очень много критериев, во-первых, добавки в бетон, во-первых, во-вторых, условия создавать, смотреть это все, там очень, бетонировать в принципе нельзя зимой, так вот как надо сделать так, чтобы можно было? А, а все-таки можно, да? Ну, можно, конечно, условия надо создать, чтобы можно было. если нельзя, но очень хочется многоточие, то можно бетонировать и зимой. И знак вопроса, то можно и бетонировать зимой? Ну, да. Или вот такое название деловой игры, зимой бетонировать нельзя, а если очень хочется, ну, такое немножко пошловатое название, нет, а если очень надо, то что сделать? А если очень надо и многоточие, то есть уже появляется интрига, да, нельзя, а если надо, вот, понятно. Ну, и дальше вы пишете, в соответствии с инструкциями, запрещено, тра-та-та, но поступила задача, там, какой-то олимпийский объект, или приезд Путина, там, начинайте, а вы говорите, срочно забетонировать, в какой-то из жизни ситуацию находите и говорите, вот, что вы сделаете в этом случае? Нельзя, но надо. То есть, конфликт. Когда есть конфликт, есть неопределенность, вот тогда начинается интерес, игра. Можете так, здесь фотографию, например, президента написать, что к нам едет президент, дороги разбиты, и вдруг поступило финансирование, но зима, морозы стоят, и вы начинаете эту интригу дописывать. Так, вот, Надежда по статистике, по обработке. Шахтерский поселок, суть в том, что разные роли, мэр, соперник мэра, журналист и так далее, 16 ролей, используя одну и ту же статистику, получает совершенно разные выводы. Умница по статистике, умница. А вот здесь, если видите, в чате, Надежда, вы с микрофоном, вот здесь можно было бы сделать так. Да, я с микрофоном могу говорить, слушай, слышно меня? Да, здравствуйте. Хотели бы вы, чтобы они, каждый работали в своей роли? Да. А зачем? Потому что мы в этой игре демонстрируем тенденциозность при обработке информации, как влияют эти инвестиционные. А самое главное, что это даст, какой цель? Конфликт между ними будет? Обязательно. Там есть, ну, можно доказать, что все хорошо в этом поселке, можно, что все плохо. Там есть шахтерский поселок, бедная часть, и есть богатая часть коттеджей, улица Зеленая. Да. Ну, в общем, там очень интересно, владельцы магазинов, там есть транспортный сред, которые в этот поселок ездят, автосервис. И скажите, пожалуйста, вот, допустим, этот студент-мэр, если он будет идти, так как ему подсказывает совесть, его могут уволить, очистить из партии, его могут снять с должности, да? На него могут привести дело, да? Да. Поэтому вы можете ему сообщать, вот, мэр, допустим, пошел на сторону граждан, вы ему говорите, вас вызывают на партийное собрание, вашу партию, и хотят рассмотреть ваше персональное дело, которое вообще не имеет отношения к вопросу, то есть его хотят раздавить. И вы вот так вот в форуме подыграете, заставляете их реагировать. Реагировать. Еще вопрос, не только к Надежде. Вот они действуют в игре. Они могут, вся, вся группа ставит друг другу оценки. Технически, да. Полезно ли это, на ваш взгляд, когда они, мэра оценивают, полицейского, его действия, без преподавателя? Полезно? Я считаю, что в этой игре нет, потому что эта игра именно показывает разнообразие точек зрения, и как любую точку зрения можно подкрепить. То есть, здесь я показываю, что главное не цениться и фраг, кто считает, как считает. Вот это я показываю. Поэтому здесь нет единственно правильных ответов здесь, и оценивать здесь нечего. Я обычно оцениваю в такого рода играх именно активность студентов и аргументированность. Вот это ваша авторская педагогическая позиция. Вы можете вообще исключить оценивание. Но в настройках Moodle вы можете выставить условия, чтобы считать это задание выполненным, нужно разместить хотя бы одну тему и принять участие не менее пяти раз в обсуждении. Просто галочки ставить. Ну, конечно, с удовольствием буду это использовать. То есть, только активность. Не важно, может быть, он не то сказал. что управляет активность. Это ваше педагогическое решение по предмету статистика. Менеджмент. Замечательно. И активность будет бешеная. Вот на примере Надежда. Спасибо, Надежда. Спасибо. Одежда под детской больницей. Метод цепных постановок. О! Когда есть конфликт, а жизнь это всегда конфликт, вот тут можно как раз ролевые игры, где разные стороны участвуют, форум выдавать. Единственное, не забыть, коллеги, что надо назначить дедлайн, чтобы он не длился годами, этот форум. А имел четко, они входят в Moodle, видят, когда заканчивается эта игра. Скажите, пожалуйста, какие есть замечания с технической точки зрения к этой активности? В форуме можно выставлять тоже эти ограничения? Какие? По времени? По времени, да. Да, дедлайн. Дедлайн, давайте покажу. В учетной записи преподавателя. Редактировать настройки форума, давайте обрати внимание, какие там есть педагогические настройки, очень, очень мощные. Ну, название, описание, это понятно. Тип форума не трогайте, стандартный. Вот, в разделе доступность вы выставляете дедлайн. Все понятно. Да, запретить отправку с, к примеру. Ну, чтобы ограничить во времени и дисциплинировать. Да, да, да. Это запретить. А последний срок сдачи? Начало, с какого начнется? Считать слова не надо, подписка и отслеживание важно. Вот здесь выставлено неправильно, недобровольная подписка, автоматическая. То есть, обязательно все получат письмо. вот тут я сделал ошибку и я ее устраняю. Я делал быстро, лишь бы сделать, а вот если делать на реальных, автоматическая. Так, блокировка. Вот еще один элемент, который обычно на западе применяется. Например, писать не чаще, раза в день. Почему? Что если начнется вот это быстрое, как в Телеграме, как в Фейсбуке, лишь бы написать, он хуже думает. Они там говорят, нет, ты лучше подумай, один раз в сутки пиши, но хорошо пиши, вот еще можно и блокировать. Так, количество сообщений, это уже понятно, оценка понятна, выставляете сколько баллов или вообще, или вообще не, никакой оценки, как сказала Надежда, в шагу. А вот выполнение студент должен выполнить условия. Он должен разместить одну тему, точнее не так, вот она, создать одну тему свою, должен принять обсуждение, к примеру, пять раз, все, сиди, думай, кому ты напишешь, и должен ответить, к примеру, два раза. Кто-то ему написал, а он должен ответить. Вот и все, у вас получается полноценная игра, технически, ничего тут сложного, логически, да, вот тут требуется чуть-чуть педагогу подумать, чисто с точки зрения педагогики, обучения. ну, вот этот управленческий элемент, автоматическая подписка. Коллеги, ну, вот, пожалуй, и все на сегодня, что я хотел вам сказать, а также хотел показать вам. А давайте через несколько дней, вот, сейчас это все надо обмыслить, и потом задать эти вопросы, которые станут вопросами. давайте, ну, мы вот уже подошли к... Я не сначала там не смогла подключиться, я вот не совсем поняла, все-таки, где это, но вот уже дошла, видимо, где это, своим умом. А у меня вот тут по плану обсуждение... Давайте вернемся через несколько дней, потому что сегодня прямо на праздничную волну все настроено, видимо, голова работает медленно. Угу. Здесь, коллеги, мы уже обсуждение полезности каждого провели, вот уже пошло обсуждение, вы говорите, полезно, надо еще раз встречаться, да? Ну, на самом деле, я не могу позволять себе так, я вам предлагаю купить сертификат за несчастных там 199 рублей индивидуально, потому что это не всем уже надо, многие уже и так поняли, о чем речь, а вот кому надо, по вашему предмету я вам помогу. То есть, это уже можно как в личной консультации, что ли, уже потом общаться? Конечно, не просто консультация, а у вас будет практический курс, вот как Надежда уже начала, у нее четкая задача, да, по своему предмету, а у другого сна. сначала подключилась, то есть, после вот сегодняшнего нашей встречи можно еще вот все это дело выкупить и будут уже практические занятия, по которым мы будем заниматься, да? Индивидуально. Правильно, все, согласно. Вы, мы списываемся, там, собираемся, там, то ли в скайпе, то ли где, это не долго займет времени, у вас уже будет запись этого и вы уже для своего предмета, потому что у каждого свои задачи, их миллион, еще и разные мнения, поэтому сертификат вам дает право. Вы сейчас больше рассказывали про школу, а вот для студентов, если и спрашивала вот здесь участница, то, наверное, это все-таки колледж, статистика, это где? Это, наверное, колледж. Нет, коллеги, это? Статистика, это у нас госуниверситет. Это? Экономическая статистика, математическая статистика. А, ну, экономическое направление, да? Да, да. То, что это школа, это не обращайте внимания, это условное название, 10-й класс. Все, что это было, касается и колледжа, и вуза, и чего угодно. Не стало бы блокировать, говорит Надежда, это вот. Вот это все, что вот сейчас мы видим, это мы где все можем увидеть? Какую запись? Тут сертификатом, потому что написано. Ну, вам... Это все университетская библиотека, на ее платформе мы все это можем прочитать, да? Прочитать, да, посмотреть запись, купить сертификат и получить, создать свой курс бесплатно, пустой, это все выполнить, а еще потом туда и студентов позвать. И все это для них и для вас без рекламы. Никакой рекламы здесь нет. Замечательно. Кстати, у вас самая хорошая библиотека техническая. Все-таки вот Илань и Юрайп мне меньше нравятся. У вас больше всех архив собран. Хорошо. А потом я там нашла книжку по строительству 1898 года. А, 1888 года. 800? Да, 1890 или 1988 года. Угу. Ну, снять еще, а ну, читать приятно. Спасибо. Спасибо. Так. Вот уже тут коллеги создают, видите, бесплатно курсы, некоторые скрыты. Кстати, тут можно еще и продавать свои курсы. Плагин продаж есть. А я вам хочу показать еще на завершение то, что мы так, 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 так. А где такое всеобъемлющее, как бы вот все-таки написано в виде такое пояснение можно, допустим, вот как вот у Мирополиса. У них есть книжка «Вебинарная комната». Там они вот все вот это вот как бы в PDF ну, вот прислали. И там вот это все описание, что можно делать на этой платформе. Я не говорю, что вот так вот пространно написанное, а написанное в более сокращенном виде. Вы про Zoom говорите? Вы про Zoom говорите? Не про Zoom, а про вот вебинарную комнату от Мирополис. у них есть «Как сделать вебинар с нашей помощью?» Вот допустим, у вас такое есть, как сделать что-то с вашей помощью. Мы сейчас сидим в Zoom. А вы спрашиваете про Мирополис. Ну, в Zoom, не то, что в Zoom, а вот то, что мы говорим, сейчас вот тесты, задания на вашей же вот университетской базе. А, вас интересует онлайн-курс по использованию Moodle? Конечно, конечно, да. Ну, на вашей основе. Вот у вас такие есть? Да, я разработал курс, он свободный, называется Moodle «Платформа моей мечты». Там про структурирование и про создание тестов, а все остальное вы должны сказать, что вам еще не хватает. Потому что я дал самое, как структуру выстроить, как тесты создать. Вот там вы можете записаться и поучиться. Вот это все. Вот это где надо записываться такое? К вам? Да, да, заходите, уже меня благодарят. Кто-то пишет. Очень большое спасибо, не зря, я рвалась вот 15 минут, чтобы зайти в Zoom. А что, проблемы были? Ну, что-то не включалось, да. Ну, вот я тоже впервые, я же, видите, из Мирополиса вас вытягиваю сюда, это не очень удобно, не всем получается, но мы постепенно привыкнем собираться. Ну, Терегин – это моя ученица, я рад, что у нее все получается. Я когда-то ее учил. Коллеги, итак, вопросы были про модул, про ЭБС, мы, кстати, разработали еще генератор онлайн-курсов, когда из РПД, это для вузов, но и для СУЗов тоже касается, можно, правда, это платная услуга, мы приготовили такой механизм, формируется, структура курса и без тестов. Структура, темы, содержание, ссылки на ЭБС или какие-то другие материалы, это мы можем вам предложить и готовимся для вас. Скажите, пожалуйста, интересно вам РПД есть? Курс готовится к генераторам. Надо сначала узнать, что это такое. Генератор, это вот что он в себя? Он сделает сочетание, он приводит вот под эту тему, вот это вот надо, под это вот это, под это вот это, вот так вот? Генератор что подразумевает? Попробую, сейчас я пока показать. Вот, нашел. Я сейчас быстро покажу. Например, курс политология для вузов. Так, надо завершить редактирование. Вот, вот его название. Это демонстрационный курс на основе готового примера РПД. Составлены темы, внутри них какое-то содержание. Сведения об авторе, это, к примеру, Иванов. А я вижу только вас, я не вижу то, что вы говорите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Сейчас видите, кем? Да. Итак, курс политология, демонстрация. В нем есть разделы курса и какое-то содержание, сейчас увидим. Сведения о курсе, что на основе существующего аналога в одном из вузов, демонстрационный. В нем сведения об авторе, тоже условный. Вот она, рабочая программа какого-то вуза, пошла РПД, все-все-все-все-все. И так, еще там учебно-методическое, информационное. И вот литература, она тоже библиоклуб, она наш, уже встроена, автоматически создалась. Студент заходит в раздел 1, видит там, видит там лекции, 5 лекций. По ним может пройти тест и записаться на вебинар в Zoom, если это оплаченная услуга в Zoom. Тест проходится по тестам, которые есть тоже в нашей университетской библиотеке. Вот открывается тест. Но тут нужно авторизоваться, то есть только для клиентов ФБС. Если у студента есть такой логин-пароль, он проходит тестирование по этой теме. Задание по политологии начинает отвечать. Далее, да, еще видит, видит верно-неверно. Открывает лекцию и там пошло краткое содержание этой лекции со ссылкой на источник почитать страницу 11.15 и контрольные вопросы. Вот и все. Вот и вся, весь генератор. То есть это, да, понятно. Но это электронная как бы версия программы. Это же самое. Но у нас по форме, как вы показали, у нас сейчас уже 3++ и там немножко другая РПД. Да, вы правильно заметили, там уже устаревшая РПД, но смысл не меняется, он берет то же самое. Но там уже сократили до невозможности все. Там вот действительно одно-два предложения. Здесь сократили, да? Да, в новый вот 3++ там уже вообще все выхолощено до невозможности. Здесь облегчается работа преподавателя. Если у вас есть... Ну, систематизируется, нажал, уже выходит то, да. Да, у вас есть нормативы педагогической нагрузки, где, например, есть сопровождение электронного курса, возможно, у вас есть презентация, у многих есть какие-то хрестоматии собственные в Верде или в PDF-е. И вам некогда этим заниматься, но вы хотите получить определенный отчет индивидуальной нагрузки преподавателя за год, хотите, вот я сделал вот это. У меня есть презентация, одна, один норматив выполнен. У меня есть онлайн-курс, вот он, пожалуйста, смотрите. И с ним можно работать. Здесь его можно создать для тренировки. Если у вас есть в УЗИ Мудл, вы его забираете, экспорт, вот у преподавателя есть такая кнопочка резервная картина. То есть создается на вашей платформе, а можно перенести в Мудл потом. И будет вот такая же электронная версия, да? Конечно. Если у вас там были студенты, были оценки, вот все, вот видите, при экспорте переходите к конечному этапу, он все забирает, вы видите, вот все, файл копии создан, вы получили один единственный файлик, и вы забираете его туда, куда хотите. Допустим, ректор говорит, работаем только на нашем Мудл. Не вопрос. Или, ну да, вот это весь курс политология, один файлик, 132 килобайт, вы его скачиваете, замечательно, а у себя восстанавливаете. Вот такой генератор. Ну а как вот сочетается, вот если у нас версия Мудл 1.5, а вы уже продвинулись дальше, я вот слышала, что уже даже 3.5 есть, как они будут позиционироваться друг с другом? Здесь 1.5 еще у вас? Да, старую купили 4 года назад. Ну, они все оболочки бесплатные, что-то не то. Вы не могли год назад поставить 1.5, может быть, 3.5? Не год, 4 года назад у нас сделали. Может быть, 2.5, но не 1. 1.5 закончились лет 12 назад. Да я не удивлюсь про наш университет, если они такое купили. Да нет, я не думаю, что они специально пошли на 12 лет назад, потому что 4 года назад уже были более новые версии. Троечка уже появилась, третья. В этом случае мы можем отдельно поговорить, провести небольшое обследование и на вашем Мудл, в вашем курсе сделать то же самое. не заходя в систему администрирования. Коллеги, какие-то еще? Очень хорошее, очень деловое предложение, я им обязательно воспользуюсь. Спасибо. А теперь, видите, кроме программы, лекций, вот смотрите, смотрите, а, Надежда, коллеги, у нас пошла дискуссия, если у вас есть лекции и вы хотите, чтобы вы их видели студенты, вы нам высылаете и мы генерируем их вам туда, вам не надо тратить на это время. А вот компетенции в России занимаются только формальным отражением их названий и списков в РПД, но не в измерении. Мудл может это делать. Поэтому уточните вопрос, Надежда, вы хотите измерять компетенции или просто их обозначить, что они где-то там существуют? Мы и то, и то можем вам помочь. В России точно скажем... Я считала... Можно, да, по поводу компетенции? Да, да. У нас в рабочей программе написаны компетенции, названия их, а в фонде оценочных средств, особенно на 3++, там есть уже какие вопросы или задания относятся к какому компетенции и какому уровню отстроения. То есть, по идее, можно в модле все настроить так, чтобы автоматически получалось... То есть, задания распределены уже по компетенциям, и студент получает оценки, можно видеть, наверное, можно. Ключевое слово... Ключевое слово может. Да, может, может, но нужно ли, если мы вспомним компетенции, коллеги бы сейчас перешли к круглому столу, как обычно, они могут формироваться и по разным предметам. Допустим, по философу логику дает философ свою, по математике математическую логику математик дает свою, но компетенция, умение логически мысли формируется и там, и там. Это теоретически. А фактически оно надо вузу. Кто-то требует это. Конечно, если сейчас у нас все универсальные, трудовые и профессиональные компетенции, конечно. Это вы декларируете в РПД, но студент не видит, как эта компетенция логически мыслит, у него освоена или нет. Он видит оценку на зачете, он видит оценку за тест, а оценку за освоение компетенции никто не видит, ни студент, ни декан, никто не видит, потому что никто этого не требует. Требует вы нам пропишите, а измерять не обязательно. Вот Moodle может измерять, добавляется учебный план, это отдельная тема, коллеги, прописывается вот эта компетенция, из чего состоит, из каких курсов она мобилизуется, есть такой термин мобилизация, и может быть даже из трех предметов она формируется. Не, но это даже сейчас учтено в программе. Только формально, только формально. Не, на ГИА мы выводим все предметы, которые полностью должны, вот 18 мы должны их иметь. На ГИА. Вы измеряете их на бумаге, вы прописали эту матрицу, да, вот это все прописали, но вы не измеряете, потому что с вас никто не требует. Я выключил экран, решил никто не требует. Знаете, есть один отчет, по-моему, я видела уже новые формы, то ли защиты преддипломной практики, то ли еще чего-то. Там написано, что вот по отчету студента, в результате собеседовая с ним, оценить уровень компетенции, там, обычный или повышенный. Ну да, базовый, стандартный, продвинутый, да. Требовать-то начинают, а инструментов измерения нет. Они пытаются сделать, чтобы этот фонус был бы измерителем. Ну, я не знаю, насколько широко это внедрено. Я скажу две страшные вещи, даже три, коллеги. Первая вещь, это все есть, в мудл, может, а учебный план формируется, но это плохо, то, первый страх в том, что это большая трудоемкая работа, но и это никто не проверяет, поэтому никто это и не делает. Другая вещь, что вот во Франции, например, можно иметь диплом, но не имея сертификата компетенции, там не берут на работу. Вот там измеряют компетенции. Приходит выпускник, видно, что эта компетенция подтверждена вот этим, этим доцентами, профессорами. и когда возникает трудность у работодателя, он обращается не к вузу, не к студенту, а к ним, и на них может подать иск. Вы подтвердили, я его нанял, я вам поверил, оплатите мои издержки, он у вас некомпетентный, не владеет вот этими компетенциями. Это страшная вещь, там вот это вот сертификат компетенции или компетентности, что в лоб, что в полбу, хоть и споры идут, но это одинаково, а смысл одинаково. А Ферро, вот которая, а вот это Ферро, который сейчас делает Ферро, который назначает бронзовый, серебряный и золотой сертификаты, Ферро, который делает платформа, ФиЭП есть и Ферро. Ферро, фонд измерения. Там такое оценки, как-то оно там расшифровывается. Ну, они так делают. Проходят, но по желанию сейчас, не все. Понимаете, по желанию, да, они не интегрированы в учебный процесс. Муду может собирать доказательства компетенции из тестов, руку на семинаре поднял, занял первое место где-то там в конкурсе научных работ. Потому что эта статистика там очень хорошо налажена, да, видимо. Вот там все настолько продумано, все это сделано и формируется портфолио в Муду. Но это два ужаса. Первый ужас, никто это не требует, получается формализм, мы только пишем. Студент ничего в итоге не видит. Он же не видит, как у него это, он только видит зачетную ведомость. экзаменационность. И вторая это гигантская трудоемкость. Мы могли бы вот наш центр вам помочь в этом плане. У меня есть материалы на русском языке, их нигде нет. Инструктивный, как вот это создавать по шажочкам, с демонстрацией, мы можем это сделать. Но мне жалко с одной стороны преподавателей, и с другой стороны ректору это не надо. Его за это не снимут. Это очень интересно. Я вот сейчас хотела, у меня есть такой привет, ценообразование смертное дело в строительстве. И вот там очень классно, если все эти тесты, все задания, все кроссворды они составляют. И я уже просто вручную сама его оцениваю, когда все это выходит, и видно, что в 100% вошло 14% вот этого, вот этого. Это как раз и есть разложение всех компетенций на такие маленькие ступенечки, по которым он идет. Самый главный студент, когда видит это все, он тоже понимает, что какая разносторонняя была деятельность, то есть он овладел разносторонними и разными. Да, плюс еще вот этой модели в моду хорошо тем, что декан видит сводную ведомость, как или заведующий кафедрой, или про ректор получил, или ректор. Там все это в цветах, в диаграммах все обобщается и доходит до уровня студента. И студент видит, ага, вот эту компетенцию я не подтвердил. Вот тут мне тест за меня поработал. Я вот эту статистику еще не совсем изучила в модуле, но я там вижу, что там средний балл, округлять можно, значит, давать допуски какие-то. Там я все думала, а для чего они? Вот теперь, конечно, уже все складывается. Мозаика. Мы отклонились от темы, мы начали себя сейчас перенагружать тем, что пока жестко не стоит, это про компетенции. Это колоссальная перегрузка. У нас сейчас не пройдет и два года, как нас заставят это делать. Если вы почувствуете, что к этому клонятся, мы можем провести у вас такой семинар методический с демонстрацией, с оценкой трудоемкости. Я всегда обращаю внимание, вот чтобы создать это, нужно вот сколько-то времени, а не просто так, абстрактно. И последнее, я бы здесь обратил внимание, что студенту, вот то, что мы сейчас говорили, очень важно. У него эти компетентности, компетенции в курсе прописаны, его уже не интересует общая оценка, его интересует вот именно компетентность. А, у меня с логикой отлично. Ну, может быть, вот с этой мне может быть и не важно, я не люблю какие-то расчеты, но у меня хорошо. Ну, да, 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 да. И он видит не просто итоговое, он и так пятерку тут получит, может. А вот выделение в этой пятерке этих компетенций ему интересно. Вот о чем речь. Коллеги? Да, согласен. И тем более, сейчас уже все, вот он, по крайней мере, в строительстве созданы 40 стандартов профессиональных, которые именно выделяют, если посмотреть их, то они выделяют, что не пойдет человек, допустим, лакокрасочными материалами заниматься такой же, который пойдет заниматься бетонными работами. Там это четко уже прописано, у кого какие компетенции. Хорошо. Коллеги, вы все получите от нас рассылочку, если что-то вы не получили, вы по этой рассылке можете задать любой вопрос, открыть курс, дополнительную консультацию, как купить сертификат и так далее. Вы можете потом любые вопросы вспомнить и нам написать. Я хочу... Спасибо. Очень было все замечательно. Самое главное, информативно. Можно вопрос один на закусочку. Скажите, пожалуйста, значит, если с вашей помощью, допустим, я создам курс для своих студентов, да, а наш вуз работает с системами Canvas и Teams, можно будет потом это перезагрузить туда? Очень хороший вопрос. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Потому что я просто мучаюсь там и с той, и с другой. Посмотрела на вашу систему сейчас. Мы можем вот как с вами договориться, поскольку это выгодно преподавателю, его трудозатрат, его нервы тратятся, мы можем и мы предлагаем физлицам эту услугу, генераторам. Вы просто с нами заключайте договор и мы в вашем Canvas делаем то же самое. То есть структуру и так далее. Сами, вместо вас. От вас только логин, пароль. Это называется консультирование, дополнение, это никакие ни фикции, ни профанации. Это отражение вашего авторского труда, представленного вашим рабочим вашим цена вопроса в личном сообщении или вы можете сказать примерно? Мы выходили на цифру 5 вчера, но потом согласились, что бывают отдельные уникальные случаи, вот как у Надежды Ушаковой, у нее более сложные, там может быть и дороже. А у кого-то совсем простые темы. У меня самый-самый обыкновенный для первокурсников там... Может быть и три единицы. Я уже подготовил систему продаж прямо из Moodle, кстати, можете продавать. У нас есть плагин, причем даже на карточку вашу. Вот как. Moodle. Сейчас недопродаж тут самой было. Да, у преподавателя другая задача. Ему отчитаться, чтобы его не уволили, чтобы студенты знали, и чтобы надбавка была побольше, публикации было побольше. Для этого всего надо время. Вот мы как раз на экономию времени мы сегодня обращали внимание. Да, понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, я вас видел, хорошо, что вы начали говорить, Лариса. А я, во-первых, очень долго подключалась, у меня тут непонятно, что, чего и как, потому что мы кафедры проводим по Зуму, а все остальное у нас вот в конвасе и в Тимсе, понимаете. Вот, и поэтому я пыталась, пока туда-сюда уже, по-моему, полчаса прошло, но тем не менее, спасибо вам большое. Спасибо. Какие еще вопросы, коллеги, жалобы, недовольства, возражения, претензии? Так, там Татьяна Мясни, что-то там ходит, убирается, похоже. Юркинай, какие у вас мнения, впечатления? Вопросы. Здравствуйте, уважаемые. Мне пошли моевать. Сегодняшние наши встречи, вебинары, я впервые участвую в таком виде общения, семинары, можно сказать, в круглом столе, и информация была, конечно, время подключения, я подключилась, когда уже началось, и начало я пропустила, к сожалению, из-за технических причин, но было очень интересно, я из Кыргызской Республики, города Ош, для нас это все новое, мы только-только по случаю карантина только-только изучаем, как подключиться к Zoom, как проводить онлайн занятия, у нас на практике впервые. спасибо вам. Вот эти программы, я вот для себя вот сейчас для себя записывала, может быть, еще дополнительно мне нужно что-то где-то подучить, подготовиться к следующим, может быть в ГУЛЛЯ. Давайте, давайте. Спасибо вам большое. Спасибо. И последний вопрос, как можно зарегистрировать курс в качестве публикации? Есть такой коллега, я его готовил, Александр Николаевич Гущин, вот в группе Союз профессионалов дистанционного обучения, можете найти к нам, прийти и спросить то же самое. Он зарегистрировал курс Moodle, это Уральский архитектурный государственный университет. Курс Moodle зарегистрировал, написал публикацию по нему, зарегистрировал, ой, не помню, он получил, не патент, конечно, а свидетельство по регистрации, по-моему, базы данных. Кажется, так, красиво. Там, да, патент, свидетельство на базу данных дают, да. Юрий Николаевич, еще раз фамилию, пожалуйста, прослушала. Гущин Александр Николаевич. Ага, хорошо, я поняла, в группе посмотрите. Он и курс создал, и публикацию написал в Ринце, на Элэбре лежит, с хорошими откликами, и еще защитил, и все это в отчет преподавателя у него хорошо. Еще занял какую-то кучу грамот, все за один курс. Но я с ним очень хорошо работал, мы готовили, проводили вебинар у него, он хорошо мудал, он такой критический дяденька, суровый, но подошел внимательно, и у него получилось хорошо. Он выжил по максимуму. Хорошо, понятно, спасибо. С праздниками, желаю вам всех благ, ждите очередных приглашений, у нас готовятся по инженерно-техническим направлениям 6-го числа. 6-го числа, вот я записала 6-го числа, я вот уже тогда записалась. По инженерно-техническому направлению, там будет очень интересный набор, тренажеры, симуляторы. Это вот где можно зайти, если на вашу базу, да? Нет, Прочитать. Пришлите ссылочку тогда. Это в Союзе профессионалов дистанционного обучения Facebook, там у нас союз, я сейчас дам ссылочку, там много чего происходит, я создатель этой группы, почти 15 тысяч человек, вот я ее размещаю. По экономике управления. Что, курсы? Да, да, да. Где эта ссылочка, где она должна быть? В чате? Что-то она не отправляется, нажимаю Enter, что-то мешает. Странно. А, всем. О, отправилась. А, вот, да, теперь видно. Вот туда, да, заходить? Да, и там увидите анонсы, тоже в Zoom, по инженерно-техническим. Вот, это интересно, про бетонные работы, это же там. Про бетонные не помню, там больше механизмы, электрооборудование, физика. А это что, как это делается? А вот, спросим, посмотрим про бетоны, но физика точно есть. Причем, она в Голландии, очень высокого уровня и хорошо перейдена на хороший русский язык, там тренажеры с оценками, вот это вот, они сделали. По экономике, говорите. Да, вот интересует менеджмент, управление человеческими ресурсами, вот этот вот большой курс. А что именно? Ну, вот я, у меня степень по экономике, я читал РЦБ, актуарную, что по экономике. Нет, ну, самые, самые обыкновенные вот эти вот курсы, да. Хотите готовые или что? Нет, ну, я просто хочу посмотреть, у кого там как, потому что я сама тоже уже 25 лет этим занимаюсь, тоже, ну, только не онлайн, естественно, понимаете. Вот, но посмотрите у коллег там. Ну, вот я сейчас... Как они все это дело переводят на современные рейсы. Борис, а можете мне написать, я вам адрес сбросила, я поделюсь с вами, у меня довольно много. Да? Какого, Надежда? Вот, вот, экспертная... Какого, да, да. Вот я сейчас даю ссылку на прошлое, на прошлое рассматривали. Это, правда, по статистике курс я тоже вел. Но вот то, что вы говорите, что в структуре, это идеальный электронный курс, вот посмотрите, эту ссылочку я сбросил. Угу, 2700 просмотров вчера я получил сообщение, этот ресурс получил. Именно по структуре, как можно организовать онлайн-курс. Это тяжело, я скажу, это неправильно. Да вот, вы знаете, порой доходишь до того, что думаешь, что тебе, психиатричку что-либо вызывает? Это адский труд. Я почти лето... Чтобы получить первое место, я же видео там записывал, у меня там все. Но это адский труд. Поэтому нам надо... Иначе ставят... Вот в нашей компании, в нашем центре мы говорим, надо убирать преподавателя из мудов. Ему ставят только эксплуатацию. Проверять контрольные, смотреть, отвечать на вопросы, создать какие-то им задания творческие, но рутинную работу, обучать рутинной работе педагога неправильно. Вот их учат, они забывают, ничего у них не получается. И в том-то и дело, пока нажмешь на ту клавишу, которая нужна, уже компьютер ушел куда-то, ты в другой... Посмотреть оценки, посмотреть аналитику тестов легко. А, вот этот вопрос у них тяжело идет, вот это расскажу, в следующий раз. Это значит, называлось методической работой, были методисты везде. Учебная и методическая работа. по тысяче, по несколько тысяч в день составляли легко. За зарплату. Никогда. Правильно, у нас, когда они в канвас скидывают, в Word это читается так, в PDF это так, в результате все тексты ползут, и вообще мне это надо, да? Преподавать, вот моя позиция, преподавать это не надо. Он не успеет обучать, он не успеет отдохнуть. А вот кто-то должен от него взять и все по полочкам разложить, тестики. Ну, как говорят, дополнительные ставки в ВУЗе, зарплаты там и прочее, прочее, кто на это пойдет. У нас, например, все это на нас скинули, и мы вообще, как мамы Карлы, занимаемся с утра до вечера, вообще я до пяти утра сижу, у меня уже глаза болят. Ну, вот мне кажется, вам понравилось то, что они и глазарий создадут, заодно его выучат, заодно и поиграются, и оценку получат, и тест пройдут, и кейсы вот в форуме сами поиграются. Особенно первый курс, когда нужно... Особенно первый курс. Они любят... В дальнейшем там с ними разговаривать. Да, они с удовольствием это все сделают, а вы будете отдыхать. думать о чем-то там. Да, спасибо. Спасибо за ваши пожелания. Рад, что мы так хорошо пообщались. Наверное, все, да? Да, да. Спасибо большое. С праздником. С праздником, коллеги. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...